Церемония Муз-ТВ 2015 «Гравитация» наделала много шума, но самое крутое, как всегда, осталось за курицами премии и на автопати. Куда попасть сможет далеко не каждый. Но! Хорошо, что у нас есть везде глаза и уши. О том, как звёзды зажигали на вечеринке после кремлёвского концерта, расскажет Оксана Сенечева. Сразу после концерта в Кремле звёзды российского шоу-виза отправляются на автопати в Роуз-бар. Я и весь наш персонал, мы с удовольствием приняли и номинантов, и победителей. И постарались сделать максимум всего возможного, чтобы им было комфортно и уютно. И, судя по всему, задумка удалась. Сегодня третье выступление за день. Я не то чтобы расслаблен, но мне хорошо. А ещё лучше модели Марии Миногаровой, которую Джиган вытаскивает на сцену. Тусовка, кстати, получается весьма информативной. Например, группу Артика-Асти можно поздравить с пополнением. Это новый член нашей команды просто. Теперь он везде с нами будет. Он маленький, его нужно нянчить всё время. Тем не менее, на сцене третий солист так и не появляется. С тобой мы рассеянем навсегда. В перерывах между песнями и плясками селебрити делятся своими планами на ближайшее будущее. Буквально через несколько дней я улетаю в Венецию снимать клип на песню Агутина Старшего, которая называется «Невесомые слова», и мы будем там снимать красивую историю в замках. Я бы тоже хотел тарелку, но я думаю, в следующем году возьмём с моей новой песней «Белла-белла». Да, конкуренции на премии Муз-ТВ с каждым годом всё выше. Чтобы забрать заветную тарелочку, одного таланта мало. Тут потребуется ещё и удача. Чего, собственно, мы и желаем всем будущим номинантам. Оксана Сеничева, Настя Макоста, Кирилл Воротынцев, ПРО Новости.